И вот не надо удивляться, что все наши чиновники, они все уроды. Вот такие. А теперь еще хуже. Выбирают из гомиков таких вот, понимаете, из гомиков, из психически больных, и еще маленьких, немасштабных, а гомики они не бывают масштабными. Это один из, как сказать, вот как лакмусная бумажка, понимаете, она высвечивает сразу, показывает, что это. Так вот, если ты гома, ты уже маленький человек, ты уже ребенок. Все. То есть, почему у нас сейчас удивляется, многие говорят, а что такое там в Кремле? Одни гомики собрались. А что тут удивляться? Потому что все они продвинутые этим центром к власти. Попробуй, откажи этому центру. Санкции, уничтожение семьи, шантаж, многое-многое. У них огромные возможности. Но все равно им не хватает, им не хватает административной власти. Им не хватает власти политической над всеми государствами, над всем миром, над всей планетой. Почему? Им что хочется? Ведь до сих пор полностью собственность все-таки не ихняя. Деньги у них. Но им хочется материальную собственность. То есть, забрать все, все заводы, все порты, все корабли, всю промышленность добывающую, все под себя. То есть, все. Даже квартиры, в которых вы живете, чтобы они были тоже ихние, чтобы вы платили им деньги. То есть, даже вот одежда, которая на вас, тоже должна им принадлежать. То есть, все должно быть ихнее. И души ваши, и жизни ваши, и жизни ваши должны быть тоже захотел, дал команду, и вас просто уничтожили. И списали, как ненужный материал, который совершенно не нужен теперь. Вот как это, что им нужно. Им вот это. А до сих пор что-то имеют государства. Как каждое государство имеет хоть что-то, какую-то свою собственность. Например, ВПК наш, он государственный, а он им не принадлежит. Корабли, подводные лодки, самолеты и ракеты он выпускает. А это не порядок, это очень плохо. И добывающая промышленность тоже государственная. А если даже есть и частная промышленность, где-то частники командуют какими-то месторождениями. Но они все равно под государственным контролем и не под контролем транснациональных корпораций. А им надо это все забрать. А как это сделать? Только силовым методом, больше никак. Они всяко стараются. Многого взяли. Они вот растащили страну полностью. Но Владимир Владимирович взял и вернул. Ну, ни много, ни мало, 3400 предприятий было возвращено в Россию. 3400 предприятий. И около 5000 месторождений, которые были уже, так сказать, документально оформлены британцам, немцам, голландцам, американцам, японцам. Все это вернулось в Россию. Все это он смог сделать. А это не порядок. Какое он имел право распоряжаться? А самое главное – земля. Самое главное – им нужна земля. Им нужно всю землю, всю планету, всю сушу и все моря подобрать под себя и управлять. Ты вот даже… Вот сейчас в Германии когда был, что-то захотелось шашлыков пожарить. Ну, мы купили там кусок шейны, нарезали, все, поехали. Тут же появляются какие-то… А вы не имеете права, земля частная, это не ваша земля. А куда деваться? И нам пришлось жарить эти шашлыки рядом с заправкой. И нельзя по закону с заправкой. Нам пришлось прятаться за заправку, скорее их там поджарить, скорее их схватить, в машину сесть и уехать. То есть в Германии нет места, где просто ты пойдешь, отдохнешь, по песне попоешь, посидишь. Если не твоя земля, ты все, ты никто, ты имеешь право по дорогам ездить, в отеле жить, а вот просто даже палатку разбить где-то, в палатке уснуть. Если эта земля не твоя, придет хозяин и скажет, пошел вон. Понимаете, что получается? Ну, полное рабство, абсолютное. Вот, но это запад. У нас пока еще свободных земель достаточно. Но им нужно вот и забрать все это, и хозяйствовать. А как? Как это сделать-то? Вот для этого, для этого они и создали институт неприкасаемых. Огромную массу неприкасаемых расплодили на Западе. Расплодили в Западной Европе, в Америке. И стали навязывать этих неприкасаемых, вот эту беду навязывать в мусульманские страны. Мусульманам. Например, в Саудовскую Аравию. Например, Бахрейн, например. Знаете, наверное, что это такое. Понимаете? А Саудовская Аравия, это фактически филиал США. Они полностью под США. Все. И вроде бы нельзя, потому что Коран-то запрещает. Коранический ислам это хорошее, нормальное учение, традиционное. Где все вот это запрещено, разрешена только торговля. И то миновая, правильная торговля. Магомед был умница. Магомед говорил о том, что вот это страшно, это нельзя. Вот это разрушает сознание, разрушает психику, уничтожает цивилизацию. Ни в коем случае эту волну допускать. Все цивилизации, которые были, они уничтожали гомиков. Уничтожали лесбинах, просто как бешеных собак. Вот даже вот я как-то рассказывал, у ацтеков не было смертной казни. Вот империя ацтеков. Но считалось, если ты убил гомика или педофила, или зоофила, ну любого полового извращенца, это не считается убийством. И тебе скажут спасибо, ты молодец, ты спасаешь остальных. Потому что эти люди, они излучают волновой спектр. Волновой спектр коротких вон, который разрушает мозги других людей. Почему говорят неприкасаемый? Потому что ты с ним начинаешь общаться рядом. И вот эти вот волны его, его ценностей, то есть они ломать начинают твои гены, перестраивать твою генную структуру под него. Это зараза. Вот мы знаем какую заразу. Мы знаем заразу, ну, вирусную заразу. Бактерии мы знаем, что эти передаются, и мы потом страдаем. Но оказывается, есть волновая зараза. Волновая структура, которая то же самое может на уровне, ведь каждая волна, она тоже живое существо. Только надо это понимать и осознавать. Поэтому и считали их неприкасаемыми. Естественно, что у мусульман? У мусульман возникает протест. Они говорят, да зачем нам эта беда? Вы что делаете? И мусульмане традионационалисты, они традицию, они эту традицию, они свою традицию исламскую, они пытаются удержать, чтобы она была человеческой. Не надо их осуждать за этот терроризм. Что их осуждать? Их только в одном случае надо осуждать, что они не понимают, на какую мельницу вода-то льется. Если бы они это понимали, они бы не занимались терроризмом, они просто объявили джихад, борьбу с этой западной заразой. Они борются вот с чем. Понимаете, с чем они борются? А это как раз и надо. Это как раз и надо вот этой вот распыленной, этой вот структуре, которая пытается политически управлять планетой. Ей как раз вот это нужно. Ей нужен терроризм, который бы охватил всю планету. Им там внушают, переписывают строки Корана, внушают, что неверные – это христиане, это все христиане там, неважно какой секты, неважно какого направления, и в то же время и мы. Но интересно, что вот мусульмане, они где-то в душе, они понимают, что православные христиане, они лучше других христиан. Замечайте, что на Руси, у нас в России, у нас не гремят эти взрывы. У нас это что-то, если и происходит, так это происходит наши делают, но не из Саудовской Аравии, не из Севера Африки, не из Сирии, не из Ирака. Это наши мусульмане, которым промыли мозги, они что-то там пытаются. А вот такой вот тотальной войны с Россией нет пока. Нет. Где-то они понимают, что русский народ, я как-то вам уже объяснял, что мы русские, мы связаны с Творцом. Хотим мы это или нет? Мы фактически не являемся подлинными христианами, мы другие. Ведь, чтобы понять, чтобы понять происходящее, я в трех словах вам объясню сейчас. Для чего Магомед создавал ислам? Зачем он это сделал? Магомед был умницей. Некоторые считают, что он был ипостасием Христа, более поздней, седьмого века. Так вот, для чего это он сделал? Когда аравийский полуостров охватило тотальное язычество, когда стали резать скот, когда стали приносить детей и женщин, и взрослых мужчин, рабов, богам в жертву, началось звериное, нечеловеческое жертвоприношение людей. Это вот язычество, это страшное южное язычество, где шаманизм, где шаманы играли главную роль, кровавые, страшные, тупые, понимаете? Этот момент был очень серьезный. И вот нужно было что-то делать, и Магомед, увидев вот эту беду, он стал действовать, что он написал свои стихи, написал Коран, вложил в Коран все общие единые законы мироздания, о которых мы говорили. Первый – это закон любви. И остальные – закон времени, закон свободы воли, закон меры, закон целостности. Он в своих стихах эти законы все описал. Фактически, что он сделал? Он оторвал массу людей от язычества и перевел их в ведическую цивилизацию. Ислам, настоящий ислам, коранический – это ведический ислам. Ведь сам Аллах, сам Аллах – это от слова «эланхим». А «эланхим» переводится «собрание богов». Мне мусульмане некоторые говорят, «Аллах един!» Да ты просто не знаешь, парень, ты хороший мужик, мусульманин, ты не понимаешь, не знаешь слово на еврите. «Эланхим». А чего происходит слово «Аллах»? Это собрание богов во главе с богом Эллом, во главе с богом Ханаана, главный бог, Ханаана, или по-нашему род, это одно и то же лицо. То есть, даже в самом слове «Аллах» Магомед показал сложность бытия, сложность космоса, сложность системы космической. Она очень серьезная и очень сложная. Да, на этом собрании решаются какие-то вопросы. И вопросы однозначно решаются. Но принимают голосование все боги, и они, и они эти силы, они не эгоистичные. Они понимают и осознают силу другого, и поэтому принимают законы правильные. Вот рассуждение Магомеда. Что здесь страшного? Здесь все правильно. Это он что сделал? Он поднял нравственный уровень от язычества шаманистского до уровня почитания предков и богов, до уровня понимания космоса. Ислам – вот такая религия. Хорошая религия, если по большому счету.